5 лет, 11 месяцев в колонии общего режима и выплата семьям погибших 6 миллионов рублей. Такое наказание получил житель Омска Алексей Никитин, который, будучи пьяным, сбил молодую пару из Ноябрьска Артема и Ксению. Однако наказание, которое вынес в суд, Никитин посчитал слишком суровым и теперь настаивает на том, чтобы ему облегчили условия приговора. В частности, он просит заменить колонию общего режима на колонию поселений и уменьшить срок и сумму штрафа. Поданная апелляционная жалоба повергла в шок родителей погибших. Они намерены продолжать настаивать на том, что Никитин не заслуживает снисхождения. Но как бы там ни было, рано или поздно убийца их детей выйдет на свободу и будет жить дальше. А вот семьям Артема и Ксюши теперь остается жить только памятью. Памятью о своих детях. Фотографии, письма с признаниями и подарки. Эта квартира до сих пор словно дышит любовью. Именно здесь Артем Апаков и Ксения Ринжина планировали начать семейную жизнь. Молодая пара в деталях продумывала предстоящую свадьбу. Наряды там, всякие штучки прикольные такие. Выбирали, там, как у нас будет, где у нас будет, кафе ли это будет, ресторан ли, какие машины, какие. Ну, все уже было. Я, в принципе, в общем-то, знала. Так мы их и похоронили, в общем-то, в этих нарядах. Эти страшные кадры облетели всю страну. Центр Омска. 0 часов 27 минут. Влюбленная пара, держась за руки, неспешно прогуливается по тротуару. Секунда и... Скорая на месте ДТП была примерно через полчаса. К этому времени врачам оставалось лишь констатировать смерть Ксении. Артема доставили в реанимацию, но от полученных травм молодой человек скончался, не приходя в сознание. Позже следствие установит. Водитель, сбивший влюбленных, Алексей Никитин, был пьян. Такого предчувствия вообще даже не было, что с ними что-то случится. Даже следователь когда-то звонил, для меня казалось, что это розыгрыш. Я говорю, наверное, нас разводят. Говорю, как это так? Говорю. И, конечно, потом уже как начали говорить там все это. Даже не верила, когда вот в ритуальном зале выставили их. Только тогда я увидела сына. Эта история получила большой общественный резонанс, как в Ноябрьске, так и в Омске. В социальных сетях эту трагедию окрестили не иначе, как раздавленной любовью. К месту ДТП люди до сих пор приносят живые цветы. В памяти молодой паре сразу после трагедии и омичи и ноябрьцы устроили автопробег. Надо прекращать пьянство за рулем и в России вообще. И еще законодательство должно действовать для всех одинаково, невзирая на ранги, чины и все. В Китае сбил человека насмерть, расстрел. Но у нас если не расстрел, то 10 лет за одного человека. Сбил человека пьяный за рулем 10 лет, без всякой амнистии, без всяких там откупных, договоренностей. Все, сбил человека пьяный за рулем 10 лет. Сбил двух 20 лет и все, и тогда будет нормально. Надо карать и жестоко за такие вещи. Убил человека пьяный за рулем, получил по полной нагрузке. Все, тогда будет правильно все. 5 лет и 11 месяцев колонии общего режима, а также денежная выплата семьям погибших. Такое наказание назначил суд за убийство молодой пары. В своем последнем слове Никитин попросил прощения у родителей и признал свою вину. Но после подал апелляцию и попросил смягчить наказание, ссылаясь на плохое состояние здоровья и, внимание, на то, что расставание с родственниками будет для него сложным психологически. У нас просил прощения. Это, ну, как сказать, не с чистого сердца. Показуха. Да. Такие у нас законы. Если что-то, допустим, своровать, то дадут 10 лет. А если заврать 3 жизни, то это 5 лет только. Валерий Апаков не оговорился. В этом ДТП погибли трое. На момент трагедии Ксюша была беременна. Рассказать об этом родителям влюбленные планировали по возвращению домой. Кирилл Мигель, Александр Иванов. Новости нашего города. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова